Спасибо. И сегодня мы с вами поговорим об отличительных особенностях и новых возможностях УНК для 10-11 классов нашего авторского коллектива под руководством Владимира Петровича Кузовлева. Это совершенно новые переработанные учебники. Они входят в завершенную линию учебников, начиная со 2-го класса и теперь вот она завершенная по 11-й класс. Эти учебники разработаны с учетом требований в ГОС для среднего полного общего образования. Они составлены на основе примерной образовательной программы. Вот даты выхода, с каким они соотносятся, вы видите у себя на своих экранах. Поэтому это были последние документы, которые у нас есть по среднему полному образованию. Если у нас будут какие-то новые дополнительные данные, тогда в зависимости от того, какие цели и задачи будут поставлены, тогда будем смотреть и на эти учебники. Ну а пока это является единственными учебниками для нашей серии, соответствующие этим программам. Что у нас входит в образовательную среду учебников? Потому как теперь у нас должны быть не только учебники, но и полная образовательная среда. Это, как всегда, учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, книга для учителя, сборник контрольных заданий, пособия по подготовке к ЕГЭ, ну и, конечно, авторская рабочая программа. Все это издается на бумажных носителях, то есть это книги. Кроме того, у нас есть и электронные компоненты, это электронная форма учебника, методическая помощь авторов на сайте просвещения, сайт нашего авторского коллектива, на который вы можете попасть с сайта издательства, выбрав учебник Кузовлева и перейти на методическую помощь. Там вы найдете очень много подробных материалов не только по учебникам для 10-11 класса, но и по всей линии УМК. Кроме того, там же есть и такая обратная связь, когда мы отвечаем на вопросы учителей. Вот сайт интернет-поддержки издательства, вы видите на экране, это вот второй пункт, и это вот адрес нашей именно странички. Там же вы можете скачать книги для учителя, они в электронном формате есть, календарно-тематическое поурочное планирование, аудиоприложения к учебникам, есть на этих же страничках, и ключи и аудиоприложения к сборнику контрольных заданий. Это пока на сайте еще нет. А также к 10-11 классам, к другим классам все контрольные задания и аудиоприложения на сайте можно найти и скачать. Кроме того, у нас есть различные дополнительные материалы по УМК и проекты детей и проекты проектной деятельности и учителей. Об этом я расскажу немножечко позже, когда мы подойдем к соответствующему разделу моей лекции. Все учебники у нас построены, вся линия УМК построена на основе методической концепции коммуникативного иноязычного образования и развития индивидуальности в диалоге культур, созданной Ефимом Израильевичем Пасовым. Это уже все об этом знают, которая обеспечивает 4 аспекта познания, развития, воспитания и учения обучения. И она готовит учащихся к диалогу культур. Почему это все очень важно? Потому что учебник, часто к учебнику в 10-11 классах относятся как к пособию по подготовке к экзаменам. Но это не так. Учебник тема отличается от пособия по подготовке, что он обеспечивает достижение всех образовательных результатов. И вот с этими группами образовательных результатов можете познакомиться в рабочей программе к нашей линии УМК для 10-11 классов, где вы увидите результаты освоения программы среднего общего образования. Это личностные, метапредметные и церементные результаты. А содержанием курса и будет как раз иноязычная культура, которая будет обеспечивать достижение этих метапредметных результатов. Также в рабочую программу входит тематическое планирование и учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса, такой раздел. Что же входит в книгу для учителя, которая является темным компонентом УМК? Это общая характеристика УМК, содержание целей и задачи по классам, рекомендации по циклам урока к каждому классу и тематические карты, список памятников и критерии оценки устных и письменных ответов. Если мы будем говорить о методических рекомендациях, то это у нас очень большой раздел и очень важный. Во-первых, вы там найдете и различные варианты выполнения упражнений. Часто спрашивают, что делать с учащимися сильными и слабыми. Там есть варианты упражнений, как выполнять их в сильной и слабой группе. Там есть ключи ко всем заданиям. Там есть скрипты ко всем заданиям. Поэтому даже если нет возможности скачать аудиоприложение, то скрипты в книге для учителя есть. И чем еще отличаются новые книги для учителя? В принципе, для средней школы они у нас тоже переработаны. Что это все планируемые результаты у нас расписаны по группам. Личностные, метапредметные и предметные результаты. Кроме того, метапредметные результаты у нас делятся на реквитивные, познавательные и коммуникативные. То есть при подготовке к уроку у вас уже не будет затруднений, какие цели на этом уроке ставятся. Именно по всем аспектам, по всем группам результатов. И даже по метапредметным результатам мы делим их на группы. Что, конечно, мы считаем облегчает подготовку к уроку учителя. Кроме того, как я уже говорила в книге для учителя, есть поурочные рекомендации. Поурочные рекомендации с ключами по работе с разделами «Test yourself» и «Exam preparation» это два раздела теперь для подготовки к экзаменам. И поурочные рекомендации, объясняющие алгоритмы и стратегии выполнения заданий различных тестовых форматов. А также критерии оценки устных и письменных ответов. Но критерии оценки устных и письменных ответов, это, конечно, не секрет. И с ним еще, кроме того, можно познакомиться на ФИПИ. Так, ну я тут чуть-чуть забегаю, потому что наша вторая лекция будет посвящена подготовке к экзамену. Вот там как раз мы об этом и поговорим. В 10-11 классе у нас сделано календарно-тематическое поурочное планирование. Тоже в новом варианте, в котором у нас входят планируемые результаты. Опять же, по всем трех группам, личностные, медипредметные и предметные. И эти все результаты расписываются именно по действиям учащихся. Потому что, чтобы сформулировать, какие цели у вас будут достигаться на уроке, вы должны определить, какие действия учащийся будет выполнять на уроке. И уже из этих действий будет вытекать то, какие результаты будут у нас достигаться. Вот, поэтому в календарно-тематическом плане это уже все расписано. Далее. Рабочая тетрадь. У нас содержит упражнение, обучающее всем четырем видам речевой деятельности. Это упражнение на совершенствование грамматических и лексических навыков. Особое внимание уделяется овладению языковым материалом, называющим наибольшую сложность. Видовременные формы, словообразование. Немного я сегодня это вам покажу. Там содержатся упражнения, развивающие различные экземские. То есть упражнения, которые готовят учащихся к выполнению тестовых форматов. Эти упражнения помечены значком, таким вот галочкой. И раздел exam preparation, который содержит контрольную работу с тестовыми заданиями, соотносящимися с разделами ЕГЭ. И таблицы на развитие самооценки и самоконтроля self-assessment. Эти таблицы тоже немного отличаются от привычных таблиц, которые у нас есть в средней школе. И книга для чтения – компонент, такой хороший набор текстов. Хороший набор не просто текстов, а текстов с упражнениями. Именно теми упражнениями, которые будут готовить учащихся к пониманию текстов на разных уровнях. И подготовке, опять же, к подготовке к выполнению тестовых заданий. В книге для чтения тоже есть упражнения, которые вот именно в тестовом формате помечены таким же значком. Это я вам тоже сегодня все покажу. Целями УМК для 10-11 класса является обобщить и систематизировать приобретенные учащимися знания, навыки, умения с учетом требований в ГОСТ. То есть у нас в 10-11 классе нет никакой новой грамматики. Она только обобщается и повторяется, выводится на новый уровень. Лексический материал новый есть, но на два класса это не очень большое количество лексики. Это примерно, по-моему, по 170 где-то единиц, 337 единиц на два учебника. Вот всего, если вот на по 8 циклов, поэтому это не очень большой объем. Все остальные лексические единицы, которые встречаются в учебнике, они встречались, они были изучены на протяжении со 2 по 9 класс. Это все четко у нас проверено. Дальше. Следующая цель – это реализовать цели развития, познания, воспитания и обучения в соответствии с требованиями в ГОСТ. Потому что это именно учебник, который должен достигать все группы образовательных результатов. Ну и, естественно, подготовить учащихся к итоговой тестации в формате единого государственного экзамена. Более глобальная цель – это подготовить учащихся к дальнейшему самостоятельному овладению иностранным языком. Вот так выглядят наши учебники, два учебника для 10 и 11 класса. Давайте посмотрим на содержание учебников 10 класса. В каждом учебнике у нас по 8 циклов. По названию я не буду, наверное, сейчас их прочитывать. Вы посмотрите, названия уже сами говорят за себя. О чем будет это каждый цикл. Даже если кто знаком с нашими учебниками, старыми учебниками для 10 и 11 класса, некоторые формулировки похожи на то, что были раньше. Ничего мало общего с тем старым вариантом 10 и 11 класса осталось даже в этих целях. И вот тематика у нас 11 класса. Это, опять же, 8 циклов, которые обобщают темы, составленные таким образом, чтобы повторить весь материал, весь тематический материал, который проходился со 2 по 9 класса и включается, и который у нас есть в программе, образовательной программе по иностранным языкам. Вот, и поэтому вот эти 16 тем, они как раз охватывают всю эту программу и обобщают весь этот лексический материал. В книге для учащихся у нас есть следующее приложение. Это New Words and Word Combinations, Growing Support, Linguistic and Cultural Guide, List of Names and Learning to Learn Nails. Сейчас мы чуточку на них посмотрим. New Words and Word Combinations. Это слова именно по циклам, по урокам в конце учебника. Дается перевод новых слов и лексических сочетаний. Развиваем у учащихся специальное учебное умение работать с справочными материалами и делать переводы. Учим делать учащихся переводы. У нас есть грамматический справочник. Грамматический справочник, опять же, носит обобщающий характер, в котором материал представлен таким образом, чтобы обобщить весь изученный материал. Грамматический справочник на русском языке. Здесь не нужно добавлять сложности учащимся для владения грамматикой. И лингвострановический справочник. А вот лингвострановический справочник, он уже на английском языке, потому что цель этого справочника – пояснить и расширить знания учащихся о своей стране и фактах культуры, представленных на страницах учебника. Этот материал учащиеся будут использовать для того, чтобы глубже понять содержание текстов, которые они читают, или использовать их для того, чтобы составить свое какое-то высказывание, и поговорить о той проблеме, которая будет поднята на уроке. Поэтому этот материал дается на английском языке. Так, list of names, geographical names, personal names, other names. Большой список этих географических и личных имен. Дает варианты произношения, перевод и географических названий, и имен собственных. Очень тоже важное приложение, потому что у нас есть в ЕГЭ такой раздел, как фонетическое чтение, в котором встречаются и географические названия. Имен собственных, естественно, там практически не бывает, бывают только простые, а вот с географическими названиями там они встречаются. Поэтому нужно правильно уметь их читать. Вот этот список поможет это сделать. Ну и приложение «Памятки» для развития универсальных учебных действий и специальных учебных умений. О них мы тоже еще немножечко позже поговорим, когда будем говорить о достижении метапредметных результатов. Потому что памятки как раз и направлены на то, чтобы подсказать учащимся, как правильнее делать, как выполнять то или иное задание, чтобы добиться наибольшего эффекта. И теперь мы посмотрим, как УМК именно работает на достижение трех групп результатов. Начинаем, конечно же, мы с предметных результатов. Одним из средств достижения предметных результатов – это у нас является структура цикла урока. Все уроки у нас построены поциклично. Так как уроки в 10-11 классе, это у нас уже материал обобщается, у нас здесь нет уроков по формированию грамматических навыков. У нас есть только уроки, комбинированные уроки, на которых идет формирование лексических навыков и совершенствование грамматических навыков. Это два первых урока. Поэтому первые и вторые, подэтапы, которые на средней ступени различны, здесь они объединены. Далее у нас идут уроки по развитию умения читать и развитие умения аудировать, развитие умения писать. Эти уроки всегда у нас занимают, следуют после уроков по формированию и совершенствованию навыков, но они могут меняться в зависимости от потребностей в цикле. И третий этап – это этап развития умений, на котором уделяется особое внимание. На первом подэтапе – это развитие умения общаться, уроки диалогической и монологической формы речи. Второй подэтап – это проектные уроки. Но, как вы видите, вот стрелочка у нас начинается, проектная деятельность, начинается у нас с уроков по формированию лексических навыков, на которых уже учащиеся начинают выбирать свой проект, подбирают материалы, это я все вам покажу немножечко позже. А к вот этому проектному уроку учащиеся уже приходят с готовым проектом. И на уроке у нас уже происходит защита этого проекта, оценка его и подведение итогов. Ну и третий подэтап развития умений – это этап контроля и самоконтроля, это раздел Consolidation, который находится в рабочей тетради, обобщается весь изученный материал данного цикла, раздел Testing Self, который находится в учебнике, Self-Assessment Page в рабочей тетради, раздел Exam Preparation находится в рабочей тетради, и Assessment Task – это отдельная дополнительная книжечка. В учебнике мы придерживаемся комплексного подхода во владение новыми грамматическими материалами. Вот как вы видите на страничках, у меня выделены значки. Каждый значок обозначает какой-либо вид речевой деятельности. Первое – это у нас будет аудирование, чтение, второе задание – это чтение и говорение и так далее. То есть вы видите, это разнообразие значков на каждом уроке. И каждое упражнение обусловлено, оно подготовлено предыдущим упражнением. То есть все упражнения тесно взаимосвязаны. Если в первом уроке, в первом упражнении вводится какая-то лексика, то именно эта лексика прорабатывается на протяжении всех упражнений данного и следующего урока. И в цикле идет очень большая повторяемость этого лексического материала. Поэтому использование всех четырех видов речевой деятельности позволяет задействовать все анализаторы учащихся, слуховой речи, двигательные, зрительные, поэтому материал усваивается намного лучше, потому что недостающие способности компенсируются за счет более развитых способностей. В учебнике есть у нас специальные рубрики «Vocabulary». Эта рубрика направлена на работу, естественно, с лексическим материалом. В ней у нас будут представляться новые лексические материалы. Под этой рубрикой у нас пойдут упражнения на трансформацию, умение замещать одну лексическую единицу в другое, что очень важно именно для подготовки к тестам. Здесь у нас идут и упражнения, которые работают именно на усвоение нового лексического материала. Это рубрика «Vocabulary». Есть специальная рубрика «Mind». Она тоже посвящена преимущественно лексике. Но здесь она уже объясняет языковые особенности. Это может быть британский и американский вариант английского языка. Это могут быть однокоренные слова, как вот «culture», «culture», «cultural». В чем разница между этими словами. Или группы, семантическая группа, например, «путешествия» и слова, относящиеся к этой группе. Чем будут отличаться «travel», «trip», «journey», «tour», «loyage», «excursion» и так далее. Разница употреблений в этих словах. И она не только объясняется «mind», но и дальше следует упражнение, в котором отрабатывается использование этих слов. Далее. Следующая постоянная рубрика страницы учебника – это рубрика «Grammar». Как я уже сказала, здесь у нас нет новой грамматики, повторяется и обобщается весь материал, изученный в предыдущие годы. Поэтому здесь у нас есть такие задания, когда нужно найти определенное грамматическое явление в текстах, объяснить, вспомнить, что оно значит, объяснить, как оно образуется, как оно используется, с использованием как раз грамматического справочника, о котором я уже вам говорила. Все эти упражнения нарезаны из разных циклов здесь, что представлено на странице, но эта рубрика повторяется из урока в урок, и она используется не только на уроках, на первых двух уроках о формировании лексических навыков, совершенствовании грамматических, но эти упражнения бывают на всех других типах уроков. Далее, следующая специальная рубрика – word building, которая демонстрирует правила словообразования и способствует расширению словарного запаса. Что у нас здесь? Здесь мы работаем именно над словообразовательными элементами. Все стараемся их объединять по какому-либо признаку, не просто отдельным набором слов. И все эти словообразовательные элементы затем уже будут использоваться в упражнениях, прорабатываются в упражнениях. Вот, например, если мы посмотрим remember, remembrance, memory, memorize, memorial, memorable, commemorate, вот нужно разобраться, что значит все, они здесь не совсем все будут однокоренные, это все-таки три группы слов, но memory присутствует практически в каждом из них, вот и нужно будет разобраться, как используются эти слова. Далее, в учебнике представлена система работы над способами выражения речевых функций в устной и письменной речи, что тоже у нас очень важно для учащихся. Нужно они учатся и как выразить то, что они любят, то, что они не любят, как представить свое мнение, как привести аргументы, как согласиться и не согласиться. Вот над такими функциями идет преимущественная работа на уроках по обучению письму и говорению. А теперь посмотрим на виды уроков. Это у нас были уроки по усовершенствованию грамматических и формированию лексических навыков. Все эти рубрики присутствовали практически на всех уроках. В каждом из циклов у нас есть урок по формированию умений читать. Он находится именно в цикле уроков. И здесь у нас учащиеся читают различные виды художественных и публицистических текстов. Там следующий слайд был. Каждый текст сопровождается заданиями, заданиями после текста, которые, естественно, связаны с этим текстом. Они связаны одной идеей, они посвящены одной проблеме. И здесь у нас они всегда будут направлены, помимо того, что они читаются, там будет какая-то, вот вы здесь на страничках видите, там будет повторяться и какая-то грамматика. Это как раз здесь представлен уже весь урок грамматический. И опять же средство словообразования. Это все интегрировано будет входить в урок по чтению. И в данном случае вот учащиеся еще будут разбираться и с графическими образами. Здесь эти упражнения построены таким образом, чтобы помимо... Все упражнения носят комплексный характер, поэтому одно и то же упражнение должно работать на достижение всех групп результатов. Это сейчас вот я их так препарировала, так скажем, что выделила, что мы говорим здесь только о достижении предметных результатов. Но фактически каждое упражнение будет работать одновременно на все три группы результатов. И вот здесь мы... Это художественный текст, но о научной проблеме, и вот они будут разбираться. Как же там график движения представлен, описан в тексте, в какой вот фигуре. То есть это уже работа над именем графически передать вербальное содержание текста. Другой вариант художественного текста, но здесь уже текст... Это дневниковые записи, другой вид художественного текста, в котором учащиеся, опять предлагается проделать определенную работу, чтобы глубже понять содержание текста. И каждый урок по чтению заканчивается каким-либо упражнением, в котором учащимся требуется высказать свое собственное мнение по проблеме, которая поднималась в этом художественном произведении. На уроках читаются не только художественные тексты, но и публицистические тексты. В соответствии с каждым типом текста будут представлены определенные виды заданий. Каждый цикл содержит у нас по одному уроку развития умения аудировать. Здесь у нас учащиеся тоже знакомятся с разными видами высказываний, с разными видами текстов и выполняют упражнения, которые помогут понять содержание текста. Ученики не просто... На каждом уроке звучит 2-3 текста разных жанров. И учащиеся, они не просто начинают послушать текст, а ответить на вопросы. Здесь, опять же, учащихся подводят к выполнению этих упражнений. Если требуется работа, определенно провести работу над лексикой, которая будет, то эта работа будет проведена. Здесь будут много упражнений, которые будут обучать учащихся предвосхищению содержания текстов, умению делать выводы, определять факты и мнения, что очень важно для выполнения тестового задания. И в каждом из этих уроков минимум одно упражнение, оно будет в тестовом задании, такого, которое это будет на ЕГЭ. А все остальные упражнения, они будут подводить учащихся к выполнению этого вида задания. Далее, вот пример другого урока аудирования, где учащиеся уже будут слушать монологическое высказывание, если там не был рассказ, то здесь монологическое высказывание, рассказ с полным пониманием, и диалог, разговор с целью извлечения конкретной информации. То есть меняются типы текстов, меняются стратегии, с которой учащиеся должны служить, и, соответственно, меняются упражнения, потому что каждая стратегия требует выполнения определенных типов упражнений для того, чтобы был достигнут результат. Или вот еще упражнения из урока, опять же, по аудированию, где учащиеся слушают и диалог, разговор, и публицистические тексты с целью извлечения нужной информации. Они прогнозируют содержание текста, если мы будем говорить про первое упражнение, и в первом, вернее, упражнении, и во втором упражнении, в данном цикле учащиеся сначала прогнозируют, о чем они услышат. Это очень важное умение для выполнения тестовых заданий. И, опять же, как и все уроки по чтению, уроки по аудированию заканчиваются упражнением, в котором учащиеся высказываются на основе услышанного текста. То есть это у нас будет работать уже на выполнение письменного задания в ЕГЭ, где нужно высказать свое собственное мнение. Поэтому следующий урок развития умения – это урок развития умения писать, где учащиеся знакомятся с различными типами эссе. Мы работаем не только на опининсе, которое проверяется на ЕГЭ, но и с другими типами эссе. Учащиеся знакомятся со структурой написания этих эссе. Они анализируют эти разные типы эссе. И это помогает им усвоить, что от них будет требоваться на экзамене, чем отличаются одно эссе от другого, чем они отличаются на экзамене. Здесь особенностью работы является то, что в каждом цикле урока у нас идет подготовка к написанию различных видов эссе. Для этого у нас памятки объясняют, как писать каждый тип эссе. И, что очень важно, это умение проверить и оценить свое сочинение, соответствует ли оно критериям, которые были заданы на уроке. Это критерии, они будут не обязательно те же самые критерии, которые будут заданы на ЕГЭ. Но это именно умение оценить свою работу по предложенным критериям. Вот еще один вариант был, было у нас Opinion Essay, Problem Solving Essay for and Against Essay. И еще один такой штрих, отличительная особенность этих уроков, что не всегда все уроки заканчиваются написанием полного эссе дома. А на уроке мы можем работать над каким-то конкретным умением. Вот, например, в данном случае учащимся предлагается три вступления к эссе. Вот второе упражнение, вот тут представлены три текстика, это три вступления эссе, из которых нужно выбрать то, которое подойдет под... Technology, это Positive and Negative Effect on Family and Friendship. Вот такая вот тема была поставлена, которая будет ввестись в работе на уроке, и предлагается три варианта вступления. Какое из них будет точно отражать главную тему. То есть мы работаем частями, работаем как написать вступление, работаем над тем, как писать основную часть, и работаем над тем, как писать заключение. И так в каждом отдельном уроке. Вот пример о том, как писать заключение. Вот они три различных заключения. Нужно выбрать, опять же, то, которое будет соответствовать мнению, соответствовать аргументам, произведенным в тексте, и соответствовать тематике текста. То есть ученикам сначала обучают, как надо сделать, чтобы получилось правильно, ну, а потом уже пишут это эссе. Ну, и вот еще один вариант, это дескриптиз, сочинение описания. То есть мы готовим учащихся не только к сдаче единого государственного экзамена, но, как я говорила, еще и задача продолжить обучение дальше, после школы. А различные типы эссе учащимся могут понадобиться и написание в институте, и при сдаче международных экзаменов на международные сертификаты. Далее. Так, еще вот один у нас слайд уже по проблем solving эссе. Ну, на письме я остановлю еще свое внимание, когда мы будем говорить про ЕГЭ. И, естественно, в 10-11 классе мы повторяем, как писать личное письмо. Хотя, конечно, это уже считается, что в 9 классе основная масса сдала экзамены и написала там личное письмо, но в 10 классе просто необходимо повторить и структуру написания письма, как его правильно написать, и как правильно оценить и проверить. Правильность написания письма. Мы учимся соблюдать стиль личного письма, языковое оформление личного письма и как организовывать этот текст. Такие задания есть не только в учебнике, но и в рабочей тетради. И здесь мы сравниваем личное письмо с официальным деловым письмом. В чем разница, почему учащиеся делают ошибки по поводу оформления письма? Вот здесь мы показываем эту разницу между личным и официальным письмом, чтобы было понятно, какие лексические средства используются в разных типах письма, как оформляется то или иное письмо, чтобы не было возможности у детей спутать эти письма. Это письмо. Ну и естественно, вот у нас есть такая памятка, как правильно написать и оценить написание официального делового письма. Кроме того, у нас есть такие уроки, которые посвящены описанию графиков, схем, ну и подобных типов заданий, где учащиеся должны правильно обобщить информацию, представленную таблицами, графиками, правильно организовать текст с этой информацией. Таких заданий сейчас в ЕГЭ, конечно, нету, но это одно из популярных заданий в международных тестовых форматах. И учащимся нужно уметь владеть этой информацией. В принципе, здесь нет никакой сложности для учащихся, потому что они описывают на русском языке эти графики, они понимают и по физике, и по всем предметам. А здесь единственная сложность, это только в лексическом наполнении, выражении этих данных. Вот мы и даем им возможность, показываем, как это можно сделать. Это такой еще вид у нас письма. И вот как описать схему, график или таблицу, вот у нас есть памятка, как это сделать. Ну и, естественно, упражнение. И еще один тип письма, это у нас обзор фильма, фильм-ревью, что тоже в жизни, на практике часто встречается, что детям нужно написать, и нужно знать структуру, как это написать. Вот такие вот варианты письменных заданий у нас есть. Далее, следующий урок в цикле урока, это у нас урок развития умения общаться, который, опять же, есть в каждом цикле. Это уроки обучения диалогической и монологической формам речи. Здесь у нас учащиеся учатся вести комбинированный диалог с элементами речевого этикета, диалога расходства, диалога обмена мнениями, диалога побуждения к действиям. Уроки будут на разных типах уроков. И они учатся выражать основные функции, используя изученный лексико-грамматический материал в новых ситуациях. На этих уроках у нас очень много парной работы, очень много ролевых игр, где учащимся предлагается использовать речевой материал в новых ситуациях и проверить, насколько этот материал был усвоен. Вот эти упражнения тоже очень влияют на выполнение тестовых заданий по говорению. Хотя кажется, что это не совсем так, но попозже я вам это все покажу. Здесь у нас используется на этих же уроках ведется работа по описанию картинок и сравнению. И она ведется, опять же, не просто вот опишите это картинки и сравните это картинки. Здесь есть различные типы упражнений, которые помогают учащимся описать и рассказать эту картинку. Потому что, чтобы набрать нужное количество предложений при описании картинки, там еще требуется такая функция, как speculating, то есть представить что-либо, сочинить что-либо. И поэтому одна из целей и задач на вот этих уроках – показать детям, как нужно это делать. Далее. Вот это мы с вами посмотрели на предметные результаты по новым учебникам. Естественно, это очень бегло, очень быстро. Но когда мы будем говорить о подготовке к экзамену, опять же, будем обращать внимание на эти упражнения. А теперь вот мы с вами еще посмотрим, что УМК для 10-11 класса, они позволяют себе, позволяют достигать личностные результаты. Средствами достижения личностных результатов является то, что, во-первых, все эти учебники содержания соотносятся с возрастными психологическими особенностями старшего школьного возраста. Оно представляет интерес для их познания. Давайте посмотрим, как называются первые уроки из разных циклов. Мы сразу увидим, что охватывают они разную тематику. И эта тематика уже соотносится с тем, что в старших классах у нас формируется уже мировоззрение учащихся. И вот эта тематика и помогает им развивать это мировоззрение. В учебниках, как и на среднем этапе обучения, используется стратегия язык через культуру, культура через язык, при которой учащиеся обладевают речевыми средствами в процессе обладения иноязычной культурой. То есть, что это значит? Это значит, что любой материал представляется на фактах культуры англоязычных стран. Учащиеся знакомятся с фактами культуры англоязычных стран и сравнивают их с фактами культуры родной страны. А говорят, они уже рассказывают о своей культуре, о своем отношении к этой проблеме, о своем видении данной проблемы. Поэтому получается, что мы изучаем язык на фактах культуры, а культуру познаем, иностранную и свою культуру, через язык. Чтобы учащиеся присвоили эти факты культуры, чтобы они стали их мировоззрением, чтобы они умели использовать их в практической деятельности, оценили, недостаточно просто прочитать какой-то там текст, у которого будет даже какая-либо мораль, и даже вывести эту мораль, эксплицитно проговорить это все. Факт культуры должен пройти определенные стадии. Это вот шесть стадий, чтобы они именно были усвоены и присвоены. Это восприятие факта культуры, осознание места в культуре, сопоставление с фактами родной культуры, анализ ценностей, включение в систему своих ценностей и действование в соответствии с новыми ценностями. Вот только когда материал пройдет все вот эти шесть стадий, тогда можно будет говорить о том, что мы достигаем личностных образовательных результатов. Поэтому мы сейчас с вами и посмотрим, как это происходит. Как я уже говорила в книгах для учителя, у нас личностные результаты, опять же, расписаны полностью. В инвестиционной культуре за достижение личностных результатов у нас отвечает воспитательный аспект и социокультурный аспект, потому что материал предоставляется на фактах культуры англоязычных стран, поэтому социокультурный аспект в данном случае очень важен. И, ну, естественно, воспитательный аспект, единоязычная культура. Вот мы сейчас посмотрим с вами на уроки из цикла «Изит-Изит-Ви-Ям», вот где у нас будет... Мы попытаемся дать обучающим основные представления о правах и обязанностях человека, способствовать осознанию ими своей гражданской позиции, в частности, таких важных свойств развития гражданина России, как справедливость, чувство собственного достоинства, способствовать воспитанию активных и ответственных членов российского общества, уважающих закон, правопорядок и обладающих чувствами собственного достоинства, осознанно принимающих национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности. Цикл этот действительно, когда начинается, он действительно звучит вот так вот серьезно, но в нем поднимаются проблемы, которые касаются всех детей. Вернее, уже не детей, это уже подростки, подростки старше школьного возраста. Итак, восприятие факта культуры происходит на начальных уроках цикла, где учащимся вводятся в проблему. Учащиеся получают основные представления о правах и свободах. What right is right for you? Они знакомятся с понятиями гражданских и общечеловеческих прав, с фундаментальными правами. Это human rights, civic rights, basic или fundamental rights. Вот это только у нас будет восприятие факта культуры. И этого, естественно, недостаточно. Узнал, не значит, что усвоил. Продолжается восприятие факта культуры. Здесь у нас ученики знакомятся с конвенцией о правах ребенка и всеобщей декларацией прав человека, а также с возрастными ограничениями в странах изучаемого языка. Вот что будет касаться их напрямую ограничения. Опять, это стадия восприятия новых фактов культуры. А дальше вот наступает период осознания места факта культуры в системе своих ценностей. Учащиеся решают такие вопросы. What makes human and civic rights so significant? Что заставляет? Почему эти права настолько важны? Что, what do people worldwide stand up for and against? За что выступают и против чего выступают люди по всем мире? Вот здесь происходит осознание. И вот посмотрите еще на что тут, сразу обращу внимание, что эти упражнения идут под рубрикой vocabulary and word building. Но они построены на таком материале, что они именно отвечают вот на эти вопросы. И учащиеся, прочитав эти тексты, они осознают ответы на эти вопросы. И в дальнейшем они могут использовать, не могут, а вообще должны использовать вот эти вот предложения для того, чтобы сформулировать свое собственное мнение, не повторить его, а именно сформулировать. Далее идет сопоставление со своей, с фактами своей родной культуры. Какие возрастные ограничения существуют за рубежом и какие возрастные ограничения у нас существуют в России для подростков. Учащиеся сравнивают эти возрастные ограничения и понимают, как через них реализуются права подростков, провозглашенные конвенции по правам ребенка в разных странах. Это следующий этап. Обязательный этап. Этап сопоставления со своей родной культурой. Далее происходит анализ факта культуры как ценности. Важны ли эти права, важны ли эти гражданские права для себя? Учащиеся анализируют личностную значимость права, какие из прав они считают наиболее важные, высказываются о том, считают ли они необходимыми для себя уважать права других, задумываются ли они над тем, какие из этих прав по их мнению соблюдаются и не соблюдаются. И вот как раз вот здесь, уже на этом анализе, пригодятся те упражнения, которые делали на этапе осознания и сопоставления, анализа сопоставления. И следующая стадия – это включение факта культуры в систему своей ценности. Эта стадия может у нас появляться на разных этапах, на разных уроках. В конце урока такая стадия, где учащиеся решают различные коммуникативные задачи в новых ситуациях, направленные на осознание ими своей гражданской позиции. И вот как вы видите, вот в одном цикле это достаточно большое количество упражнений, которые им помогают включить новые знания, новые факты культуры в систему своих ценностей. Ну и последний этап – это действование, соответственно, новой ценности. Это у нас происходит на этапе проектной деятельности, когда уже на практике учащиеся могут применить полученные знания, то, что они усвоили в процессе обучения. Таким образом, проходя вот эти вот четыре, ой, извините, шесть стадий на различных уроках, можно говорить о том, что материал, что это будет присвоен материал, он станет личностно важным для учащихся и будут формироваться личностные результаты образовательного процесса. На формирование личностных результатов еще работает и у нас рубрика «In your culture», потому что вот именно для анализа ценностей, для сопоставления фактов культуры и англоязычных стран со своими фактами культуры, у учащихся часто не хватает именно знаний, они не знают, что сказать по своей родной культуре. Поэтому рубрика «In your culture» развивает потребности, способность представлять культуру своей родной страны и готовность к диалогу культур. Она дает подсказку, о чем можно рассказать, используя уже изученный материал. Это мы с вами поговорили о личностных результатах. Ну и теперь мы с вами дошли до метапредметных результатов, как новые УМК работают на то, чтобы достигались метапредметные результаты. Опять же, все цели по метапредметным результатам к каждому уроку, к каждому циклу, к каждому уроку выделены и четко поставлены. Поэтому, если мы поставили такую цель, значит, можно быть уверенным, что в цикле есть упражнения, которые работают на достижение этой цели. Вот, например, урок, это у нас урок «You should be introduced in your hometown», урок по письму, это урок обучения письма развития умения писать. Здесь учащиеся учатся ориентироваться в иноязычном письменном тексте, учатся извлекать информацию на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, используют различные справочные материалы, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства и планировать свое речевое высказание. Вот часть этих задач и была поставлена в плане к этому уроку. Памятки, которые помогают именно овладеть способом, способом выполнения той или иной деятельности, они как раз и работают на достижение метапредметных результатов. В наших УНК, представленном до 9 класса, ой, извините, до 9 класса, смотрел на 9, думаю, почему до 9 класса удивилась, всего 123 памятки, начиная со 2 класса. То есть, это те именно приемы, которыми учащиеся должны овладеть, то, что поможет им научиться учиться, потому что метапредметные результаты – это как раз и есть умение учиться. И в 10-11 классе это по 9 памяток, преимущественно направленных на различные типы умений писать различные виды писем и сочинений и умение выполнять различные тестовые форматы. Вот список памяток из 10 класса, это вот как раз и работать над проектом, уметь находить информацию в интернете, умение писать различные типы эссе и умение проверять эссе. А 11 класс, естественно, он уже больше работает на то, как выполнять различные тестовые форматы, потому что в каждом тестовом формате есть свои хитрости, которые нужно знать. На достижение метапредметных результатов также работают рубрики – это Pairwork, Roleplay и Group. В которых учащиеся учатся решать различные проблемы и ситуации в диалогическом и монологическом общении. Они формируют навыки коллективной учебной деятельности, готовность работать в парах и группах, готовность и стремление к коллективному творчеству. Это у нас метапредметные результаты, коммуникативные метапредметные результаты. Умение внести индивидуальную ответственность за совместную работу, что очень важно при обучении, при работе в группах. Учащиеся учатся осуществлять информационный поиск и запрашиваем информацию в интернете. Здесь мы даем сайты, старались давать такие сайты, которые, скорее, порталы, на которых можно найти релевантную и достоверную информацию по представленным проблемам. И здесь же формируются универсальные учебные действия, как умение работать с электронными документами и размечения информации в сети интернет. В учебнике представлены различные виды опор, что, опять же, работает на достижение метапредметных результатов. Это и планы основного высказывания, и речевые образцы, и планы письменного высказывания, и функциональные опоры при обладении идеологической речью. Использование опор компенсирует недостающие способности учащихся. Опоры можно использовать совершенно по-разному. Вы можете регулировать использование опор в классе для разных групп учащихся. Кому-то, кто-то будет выполнять это упражнение с лексической опорой, а кто-то будет выполнять только, используя опоры в виде картинок, схем и так далее. То есть более сложные варианты упражнений. Все эти варианты упражнений и варианты использования опор описываются в книге для учителя. И в учебниках используются задания разного уровня сложности. В восклицательном знаке обозначаются задания повышенные уровни сложности для учащихся с высоким уровнем обученности. Это как раз будут все задания, где нужно будет высказаться самостоятельно, используя изученный материал. В книге для учителя даются альтернативные варианты выполнения упражнений. Вот я вам подчеркнула вариант первый, вариант второй. Как выполнять одно и то же упражнение, чтобы одно и то же упражнение подходило для учащихся с разным уровнем обученности. И, естественно, различные виды проектной деятельности. Работа над проектами влияет на достижение всех трех групп образовательных результатов. И вот, как я уже говорила, работа над проектами начинается с первого урока и первой странички в цикле. Это у нас стандартная заставка, которая предлагает ответить на определенные вопросы по циклу, сразу же просмотреть этот цикл и понять, о чем пойдет цель. Над каким грамматическим, лексическим материалом будем работать, какие проблемы, темы будут обсуждаться. И здесь же уже учащихся предлагается посмотреть проекты и выбрать предварительно, выбрать себе проект, над которым они будут работать. Эти все задания, они у нас внесены в домашние задания после каждого урока. Вот после первого урока рекомендуется выбрать проект. Это не значит, что учащийся выбрал проекты и нравится он ему или не нравится, должен его будет обязательно выполнить в конце цикла. Может быть, после второго урока он решит, что эта тема ему понравилась больше, он может поменять проект, потому что именно со второго урока мы начинаем уже готовить этот проект. Поэтому с первого урока у нас начинается подготовительный этап ознакомления, подготовка к содержанию тем проекта, выбор темы проекта, планирование, что нужно сделать для выполнения этого проекта, какой материал набрать, может провести какой-то опрос. Если это групповой проект, то это будет распределение обязанностей и обсуждение сроков предоставления промежуточных результатов. И вот в 10-11 классе у нас обязательно запланирован урок именно представления этих промежуточных результатов. Обычно вот после четвертого урока у нас идут материалы. Принесите и обсудите материалы, которые вы подготовили к проекту. Здесь и у учеников есть возможность показать учителю материалы, которые они приготовили у вас, есть возможность посмотреть, в том ли направлении делается проект. Это будет основной этап выполнения проектной деятельности. Поиск информации, в том числе интернет-ресурсов, и регулярное обсуждение промежуточных результатов. Обмен информацией, координация действий группы, и исправление результатов, если это будет требоваться по проекту. Далее. И, естественно, сам проектный урок, на котором может быть представлено два урока, если мы будем использовать свободные уроки, где на уроке будет завершение оформления конечного продукта и подготовка презентации. Или один урок, на котором будет уже представлена презентация проектов, обсуждение, оценивание и размещение проектов в сети интернет, а также и рефлексия. Проектная деятельность у нас есть в каждом уроке. Проекты вовлекают учащихся в творческую деятельность, они дают им возможность использования иностранного языка именно для выражения своих мыслей, показать свои возможности, насколько хорошо обладели они иностранным языком в проектной деятельности. Ну и, конечно же, воспитывают творческое отношение к учебе. Ученики, конечно же, могут выбрать любой другой проект, не только те, которые представлены в учебнике, но и предложить любой свой проект, если они могут его самостоятельно спланировать деятельность. И к концу 11 класса они именно и должны это сделать, потому что в последнем цикле 11 класса учащимся предлагается самостоятельно предложить темы проектов и самостоятельно разработать план для выполнения этих проектов. Проекты детей и проекты учителей у нас размещаются вот на такой вот страничке The World of English Could You Live блокпост, на котором размещаются проекты учеников и учителей. Поэтому, если у вас есть проекты, которыми вы хотите поделиться, пожалуйста, присылайте их на наш адрес электронной почты, а мы их уже будем размещать на нашей странице. За размещенные проекты и учитель, и учащийся получают сертификаты. Поэтому ждем ваших проектов. Ну и, конечно же, учебники 10-11 класса направлены на подготовку к аттестации в формате ЕГЭ. В учебниках много упражнений, я надеюсь, что вы их видели, и вот в следующий час я вам еще покажу массу этих упражнений, которые работают над умением выполнять задания в форматах ЕГЭ. И это разделы Consolidation, то есть Serve Exam Preparation, которые также позволяют обобщить и повторить материал и отработать задания во всех четырех видах речевой деятельности плюс в форматах ЕГЭ. Ну, и каждый цикл содержит раздел Test Yourself, в котором включены задания в четырех видах речевой деятельности, и в рабочей титаре находится раздел Exam Preparation. Естественно, на урок мы предлагаем по одному тексту на чтение, по одному тексту на аудирование, но в учебнике и в рабочей титаре эти задания разные. И то, что вот я говорила, еще раздел Self Assessment, который в 10-11 классе несколько отличается от тех разделов, которые были у нас в средней школе. Здесь у нас так и осталось описание достижения, уровень, который достиг учащийся, как он оценивает себя по вот этим критериям. Здесь добавлена подробная грамматика, которая обобщалась в данном уроке, и что чего не было никогда в средней школе, это Study Skills, Level Riched и Test Taking Skills Preparation. То есть здесь учащиеся оценивают, насколько они овладели тем или иным приемом работы. Это определяется чаще всего по тем памяткам, которые находились у нас в цикле, и по тестовым форматам, которые оценивали материалы в этом цикле. И у учащихся такие вот оценки. Это 1, 2, 3, 4, где самая низкая оценка – это уровень, который мне есть над чем работать. Он вот так у нас оценен. То есть он не просто, я не единицу получаю, а я понимаю, что над этим мне нужно еще поработать. То есть вот это вот как раз и работает у нас на метапредметные результаты. Ну и 10-11 класс у нас готовит учащихся к дальнейшему самостоятельному обладению иностранным языком. Перед учащимися ставятся проблемы, когда нужно решить, где и для чего понадобится язык в последующей профессиональной деятельности, вообще жизни. И есть такая памятка. Как самостоятельно продолжить обладение английским языком после окончания школы. Вот таким образом учебники 10-11 класса работают на достижение трех групп образовательных результатов. Вот адрес нашего авторского коллектива. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите. И мы с радостью на них ответим. Так, а теперь я отвечу на вопросы, которые у нас сейчас есть на вкладочке «Вопросы». Так, вот здесь у меня спрашивали про аудиоприложение. Сейчас я вот уже проверила на сайте издательства «Просвещение». Если вы зайдете в каталог, наберете учебник «Кузовлево» 10 класс, «Кузовлево» 11 класс, вы сможете скачать аудиоприложение для 11 класса. 10 класса на данный момент там нет, но это мы сейчас вот будем разберемся, и оно будет, потому что в прошлом году оно 100% там было. Аудиоприложения, они все есть. И скачать их с сайта можно, как и аудиоприложение, и ко всем другим учебникам. Вот. Так, нет, учебник наш, Людмила Юрьевна Петухова спрашивает, на какое количество часов рассчитан учебник. Учебник наш рассчитан на 3 часа в неделю. Вот, поэтому, когда работает, работает, ну, первый год по учебнику, никогда ни по какому не успеваешь. Второй год начинаешь уже понимать, как в него уложиться. На третий год начинает материала не хватать. А на четвертый год уже требует, почему у вас так мало материала, нужно еще. Поэтому здесь не стоит волноваться, весь материал вы успеете пройти. А как уже советы по тому, что можно пропустить, что нужно сделать обязательно, это все-таки нужно смотреть по книге для учителя. Будет ли учебник в федеральном перечне? На этот вопрос я не могу ответить, потому что я не являюсь членом федерального экспертного совета и не могу дать оценку учебнику. Учебник прошел, получил все положительные рецензии, но федеральное перечень в этом году пока, когда он будет, у меня данных таких нет. Поэтому вот очень хотелось бы самим знать об этом перечне. Еще какие-нибудь вопросы есть? Так, если у нас пока нет вопросов, следующее, сейчас у нас будет, начнется следующая лекция, если у кого-то кто-то что-то надумает, может спросить и там, или написать нам по адресу электронной почты. Так что пока я заканчиваю, прощаюсь и жду вас на следующей лекции. Продолжение следует...